Богатым на события стал уходящий год и для спортсменов, и прежде всего для хоккеистов. Весной магнитка принимала юниорский чемпионат мира, а осенью в городе возродили федерацию хоккея. Швеция, Канада, Чехия и многие другие в марте Южный Урал собрал у себя десяток сильнейших молодежных сборных планеты. Игры юниорского чемпионата мира по хоккею принимали одновременно две площадки – арена «Трактор» и «Металлург». И хотя россияне свои матчи проводили в Челябинске, магнитогорцам тоже было на что посмотреть. Это фантастика. Это, наверное, один из лучших чемпионатов по организации. Это высший класс. Конечно, не просто приехать в Россию и получить визу сюда достаточно сложно, но я здесь ради хоккея. Это мой третий юниорский турнир. И мне очень нравится этот уровень хоккея. Очень здорово знакомиться с игроками до того, как их разберут клубы. Хоккей в магнитке есть, а вот федерации не было до недавнего времени. В сентябре любителей профессионалов объединили в одну структуру в составе возрожденной городской организации дворовые, студенческие, ветеранские и даже женские команды. Мы привнесли нового. Это у нас женский хоккей. Это очень интересно. И весь лед города магнитогорска, и площадка арены, и умки, и дворовые площадки в сезон будут, конечно же, работать на федерацию и для федерации. Поэтому мы поддерживаем полностью создание федерации, работу федерации, участвуем в этой работе и, конечно же, приглашаем горожан заниматься этим замечательным видом спорта, не оставаться в стороне. Отличились в этом году и два игрока «Металлурга» Василия Кошечкина и Сергей Мазякин. В составе российской сборной они выиграли золото зимней Олимпиады. Успех праздновали и баскетболисты. Предыдущий сезон команда «Динамо» завершила серебряными медалями чемпионат России. Уступили победу только лидерам, соперникам Истамбова. Я думаю, мы всегда стремимся к большему. В том году было второе место, и руководство сказало, что в призы нужно попадать обязательно, а максимум, конечно, не становиться чемпионами. Я думаю, при правильном подходе это по силам. Запомнился этот год и футболистам. Летом в стране прошел чемпионат мира по футболу, а магнитогорская команда «Металлург» впервые стала обладателем Кубка Урала.